Всем привет! Мы сегодня находимся в музее Московской железной дороги. Сегодня я буду делать полный обзор. Вот здесь вот такая красивая форма железнодорожника. Это большой макет Казанского вокзала с поездами, людьми, машинами. Это центральный вход вокзала. Первое здание вокзала было построено в 1862 году для Рязанской железной дороги с 1894 года для Казанской железной дороги. В этом макете представлены пути поездов дальнего следования и пригородных поездов. Макет вокзала выполнен в мельчайших деталях. Вокзал получил название Казанск в 1911 году. Казанск в 1911 году. Здесь представлены поезда-люди, начальщики багажа. Казанск в 1911 году. Казанск в 2012 году. Здесь представлены фотографии Мельникова Павла Петровича, автора строительства железной дороги Петербург-Москва, первый министр путей с общением России. Это фотографии Мельникова Павла Петровича. Купейный вагон для высшего сословия похож на комнату с занавесками и мягкий диван. Отдельная уборная. В комнате стоит Ракюна и ванна. Рядом место для верхней одежды. Здесь фотографии, рукопись. Это письменные принадлежности. Чернилица, штамп для печати. Разные картины. Это лейки для керосина и нефти. Фотографии конторы начальника Смоленского отдела Движения общества. Московская окружная железная дорога, как раньше именовали МЦК. Была раньше вот такая кольцевая. С 역시�� особ getan Ricca. Редактор субтитров. Корректор А.Кулакова Это лампы и фонарики, которые работают на керосине и нефть. Это красный фонарь, который заливали керосином. Это кабинет начальника, железная дорога, ему что-то зачитывают. Это книга императорская, путешествую по России. Редактор субтитров А.Семкин Это бюст вождя революции Владимира Ленина. Это листовки, призыв. Женщина, работница, голосуйте за большевиков. Фотографии комиссаров и большевиков. Революция в России произошла в ноябре 1917 году. Между Октябрьской революцией в 1917 году был образован СССР. Конституция СССР была создана в 1936 году. Конституция РФССР была с 1937 года по 1991 год. Плакат революции. Ты записался, добровольца. Этот плакат используешь и в наши дни. Здесь газеты, фотографии, революционные. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин. Из углеродистой прочной стали. Это вошь коммунизма Владимирович Ленин. На плакате паровоз типа 142 серии ИС. Макет магистрального газотрубовоза ГТ-1. Макет поезда Север Автомотриса. Макет поезда Север Автомотриса. Макет поезда Север Автомотриса. Макет поезда Север Автомотриса. Это пути укладчик. Рельсов на железной дороге. Это связь с машинистом, телефоном. Это вагон, в котором перевозили тело Владимира Ильича Ленина. Владимир Ильич Ленин умер 21 января 1924 году. Был бульзамирован и до сих пор лежит в манзолее на Красной площади. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Вот на таком поезде перевозили Владимира Ильича Ленина, который стоит в музее. Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Это разные спидометры. Редактор субтитров А.Кулакова Железная дорога, особенно бронепоезд на Курской дуге, внесли огромный вклад в победу над фашизмом. Благодарность от маршала Советского Союза, товарища Сталина. За овладение Берлином старшему лейтенанту Писаревой Ирине Федоровне Орожие времен войны Заменитой ППШ Штык, который одевался на автомат Это макет бронепоезда Редактор субтитров А.Кулакова Чистол железнодорожника Редактор субтитров А.Кулакова Здесь выставлены карманы и нарученные часы Картины разных художников Первый телевизор с маленьким экраном Чтобы лучше было видно, на телевизор одевали увеличительные линзы Первый серийный телевизор сделан на заводе Коми Терн в Ленинграде в 1932 году Коми Терн в Ленинграде в 1932 году Парень сидит на полу, играет в поезд Наверное, мой подписчик Здесь идет галерея картин Разных художников Вот такой был салон в электричке Деревянные сидения Потом пошли другие салоны с мягкими сидениями Перед Деревянные сидения Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok Красивые картины с поездами, железной дорогой 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 Министры путей сообщения, временного правительства Наркомы и министры путей сообщения СССР Депутатский билет Вещев Борис Палович Министр путей сообщения СССР с 1948 года по 1977 года Депутат Верховного Совета СССР 4-8 созыва Ячейки для машинистов Старая печатная машинка Телефон с исковым набором На полу прикольный макет поезда Поезда до сих пор перевозят военную технику Субтитры создавал DimaTorzok Статуя Родина Мать зовет Находится на Мамаево Кургане в Вологограде Одна из самых высоких статуй мира Железнодорожный транспорт играет огромную роль для перевозки грузов, пассажиров по всему миру Мяч футбольной команды с подписьми футболистов Книга военно-морские сообщения Тихоокеанского флота Если вам понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки Будет еще много интересного видео Всем пока, с вами был Ника Электро Субтитры создавал DimaTorzok